привет в этом уроке мы разберем как работает ретаргет анимации в анриле для того чтобы сделать ретаргет анимации вам нужен персонаж с которого вы хотите перенести анимацию персонаж на которого вы хотите перенести анимацию и дальше вам нужно задать у каждого из персонажей цепочки костей то есть что я подразумеваю под цепочками у персонажей есть цепочка костей спины цепочка костей шеи головы цепочка костей руки до пальца дальше для пальцев существует тоже каждая цепочка у ноги идет до конца цепочка то есть когда вы обозначили все цепочки у первого персонажа вы точно также обозначаете у второго персонажа и затем уже происходит собственно сам ретаргет анимации в чем основные нюансы ретаргета вам нужно понять кость рутовую то есть она бывает разная у персонажей и бывают нюансы еще с костями которые не идут в основной цепочки но могут быть как дополнительные кости например у манекенов вот здесь вот есть цепочка для скручивания локтей или запястье то есть и тут тоже у например манекена в пятом анриле уже этих костей сделали они побольше поэтому будьте внимательны когда вы будете переносить анимации чтобы эти кости были обозначены и рассмотрим сейчас полегче пример как перенести например персонажа миксом и на 4 манекен вашу анимацию и так я взял с миксом и персонажа похожего чем-то на манекен взял у него анимацию под названием флэер когда он танцует брейк-данс и что теперь нам нужно для для создания ретаргета мы начинаем создание айки рик то есть анимейшин айки рик айки рик вы выбираете здесь скелет меж который вам нужен назовем как миксом и айкей охраняете и собственно здесь есть происходит создание тех цепочек о которых я рассказывал для начала нам надо обозначить рутовую кость то есть в данном случае у миксом и скелета рутовая кость выступает как hips вы нажимаете на hips set retarget root и дальше мы уже создаем сами цепочки то есть первая цепочка у нас это спайн выбираете все кости спайна добавляете новую цепочку здесь он предлагает имя изменить и обозначает какие кости используются в начале и в конце у этой цепочки она предлагает он тут создать гол это нам все не надо то есть вот первую цепочку мы создали дальше мы выбираем left shoulder to left hand это у нас цепочка идет для левой руки left arm точно так же делаем до правой руки right arm дальше идут ноги у нас здесь у нас у ног включается вся полная цепочка потому что нету пальцев добавляете левую ногу затем правую ногу и цепочка от шеи до head top and это у нас будет цепочка head вы можете здесь также играться размером костей чтобы их получше видеть ну и у пальцев занимают очень долго времени поэтому в данном туториале показывать не буду но если кратко также у каждого пальца выбирается здесь цепочка и создается здесь цепь то есть с левой стороны все пальцы и с правой стороны все пальцы дальше вы сохраняете этот миг сама и кей и теперь нам нужно создать точно такой же для манекена четвертого анрила но вы можете зайти в контент экзамплс анрио и здесь уже есть эти готовые айкей для четвертого манекена и для пятого манекена вы можете найти их контенте сделать фильтр по анимэйшн айкей рек и здесь вот у нас есть айкей у я 4 манекен у него уже все эти цепочки заданы вы можете использовать его как референс для других персонажей чтобы понимать как вообще цепочки составляются и то есть теперь из-за того что у нас уже этот айкей создан все что нам нужно сделать вернуться в нашу папку и теперь уже мы создаем собственно сам ретаргетер айкей ретаргетер здесь мы выбираем с какого персонажа мы хотим переносить анимацию в данном случае у нас идет миг сама айкей то есть меня их тут два потому что я один как тестовый создавал и его называем миг сама ретаргет сохраняем после того как мы зашли в ретаргетер исправим здесь опять размер костей для того чтобы лучше их и и теперь выбираем в таргете наш манекен у е4 айкей и у нас появляется на сцене еще один скелет вы можете здесь в превью settings его сдвигать для того чтобы лучше было понимание и что происходит еще тут автоматически это автомап change когда вы добавляете и к сожалению она выставляет иногда не совсем правильные настройки то есть например в таргете у нас указан рут а в сурсе right arm то есть это совершенно неправильно потому что в сурсе у нас нету рутовой кости мы не обозначали поэтому делаем тут нам спайн он перенес все правильно left клавика у нас нету left arm он перенес на left arm все правильно дальше left index left middle left pink и left ring это все пальцы то есть мы мы их не переносили твисты у нас тоже нету райт клавика нету right arm right arm есть дальше пальцы с правой стороны у нас тоже нету твистов нету head head он перенес правильно left leg на left leg все правильно здесь опять твисты уже у ног нету правую ногу на правую ногу здесь твисты опять же их нету и айкей все вот эти цепочки мы тоже у микса мы персонажи не создавали поэтому все обозначаю как нам теперь можем скрыть и у нас остались только те цепочки которые собственно у нас есть и у микса мы персонажи и у манекена 4 ты спайн left arm right arm head left leg и right leg и теперь если мы сделали все правильно можем выбрать нашу анимацию в данном случае вот анимации у нас здесь и танцы и вы можете увидеть что в целом все уже почти работает но если мы опять же например сдвинем персонажи в превью settings на 0 чтобы они были в одном и том же месте то вы заметите что положение рук и вообще немного отличается то есть совпадение не в один в один идет как собственно нам это все выровнять давайте перейдем обратно в настройки ретаргета и что нам тут вообще нужно сделать нам нужно скорректировать начальную позу который собственно стоит наш персонаж из-за настроек этой начальной позы зависит по сути вся ваша остальная анимацию вы можете менять начальную позу как у нашего изначального source меша либо у таргета у манекена зависимости от того какую позу легче сделать как по мне здесь легче у манекена сделать руки прямо поэтому мы будем менять у таргета переходим в режим эдит молот дальше мы сделаем положение их на одном месте сделаем настройки характер меж уберем галочки умеешь и морф таргет для того чтобы видеть только скелет и еще по скилу здесь поправим сделаем скил манекену 095 это чисто как превью настройка и здесь при 095 скелет гораздо легче совмещать и для того чтобы для того чтобы его лучше было видно превью режиме точнее в объем порте мы можем перейти в режим смотреть left и здесь уже двигать кости как нам нужно то есть начнем с рук выбираем сразу две руки и для того чтобы так сказать отзеркаливать наш rotation будем здесь менять угол то есть еще важная настройка здесь вот отжать вот этот вот значок для того чтобы он позволял вам вращать с градусом по точнее потому что так по идее вращается либо по 5 по 10 либо по 15 градусов это не совсем точная настройка дальше выбираем следующие косточки тоже выпрямляем их и так пока у нас скелет не выравняется еще можем перейти в режим фронт точнее топ и здесь тоже поправить угол потому что у нас не совсем корректно соотносится руки здесь так минимум угол наша задача просто сделать максимально похоже на позу миксом и так с руками я думаю нас устраивает результат дальше нам нужно точно также вступить с ногами здесь ноги у манекена гораздо шире раздвинутых стороны мы сужаем переходим в режим фронт здесь тоже есть небольшое отклонение от угла так нам надо выбрать нижнюю часть ноги во вьюпорте для начала обоих ног затем вернуться в режим фронт и здесь тоже ноги подвинуть так вот такой угол у меня устраивает дальше во вьюпорте проверяем какие кости еще надо подвинуть вот еще немного шеи здесь не под тем углом все можно уже отправитесь вручную там главное примерно чтобы она была параллельна миксом у скелета ну и все дальше по сути мы опять включаем отображение наших мешей выключаем edit mode и можем опять посмотреть теперь как будет выглядеть наша анимация танца то есть покадровый режим здесь все равно есть неточности из-за того что меши все-таки отличаются по скейлу то есть не все кости одинакового размера но если вам нужен результат еще по точнее то вы можете выбрать те цепочки которые вам нужны например левая и правая нога левая и правая рука и здесь вот и поиграться с настройками fk то есть вот тут режим rotation мод у нас interpolated а например translation мод можете сделать нам global скей лет либо абсолют и в зависимости от этих настроек у вас будет разный результат то есть что это делает вы можете здесь почитать поподробнее но с одним из этих режим у вас просто может получиться результат лучше то есть вот в данном случае global скей лет дает гораздо лучший результат если просто я отключаю его например по рукам здесь можете посмотреть они встают примерно в одно и то же место вот и то есть наша анимация теперь перед перенесим перенесена все что нам остается сделать это остановить retarget выбрать нашу анимацию миксом и здесь нажать экспорт selection selected animations дальше назначаете куда вы ее хотите поместить и нажимаете экспорт и теперь у нас есть точно такая же анимация для четвертого манекена еще в контент экземплах вы можете найти ретаргетер с четвертого манекена на 5 вводите в поисковике retarget и у вас тут есть файл rtg ue4 money to ue5 money почему этот файл один из самых важных то есть почти все анимации в анрили создаются под четвертый манекен а сейчас уже как основа в пятом анрили это пятый манекен у которого также самый знаменитый скелет это мета-хьюман и поэтому переносить с четвертого манекена на пятый иногда очень полезно и также здесь очень хороший уже сделанный настроенный ретаргетер который дает отличный результат то есть мы можем сделать тут нашу анимацию flex для того чтобы проверить скинем настройки до нуля здесь как видите анимация передается вообще один в один ну и точно так же мы можем выбрать нашу анимацию сделать экспорт selection и теперь уже эта анимация у нас будет для пятого манекена когда вы точно знаете что ваши скелеты одинаковые то есть например манекен пятого анрила и и мета-хьюман у них скелет одинаково вы можете переносить свои анимации гораздо легче вам достаточно найти скелет например у 5 мета-хьюмана здесь в разделе меж скелетон мы находим оригинальный скелет скелет у манекена и в разделе windows asset details мы должны в разделе compatible skeletons указать скелет мета-хьюман то есть как найти теперь скетет мета-хьюмана единственное в разделе у мета-хьюман body мы переходим в его тело и у тела точно так же в разделе меж скелетон мы находим его скелет и теперь в разделе windows asset details у нашего манекена сюда мы запихиваем скелет мета-хьюмана и получается так что теперь манекен совместим с мета-хьюманом и обратную операцию мы должны проделать у мета-хьюмана сказать его скелету в разделе windows asset details что он должен быть совместим с нашим манекеном важно еще раз говорю делать это в разделе скелетон то есть скелет меж разделе у вас здесь window нету asset details это только в разделе скелетон есть все теперь мы сохраняем все и мы можем выбрать у нашего манекена эту анимацию я ее назвал flex и теперь у мета-хьюман body тоже мы можем выбрать выбрать анимейшина сет flex и вы можете увидеть что теперь они будут оба flex и и при этом нам не нужно создавать никакой retarget потому что эти скелеты одинаковые и все анимации какие есть о манекены будут теперь возможны в использовании для мета-хьюмана таким образом с помощью retarget вы можете переносить анимации с миксом она 4 манекен затем с 4 манекена на пятом а с 5 на мета-хьюман делать простую совместимость на бусте я выложу около 500 анимации которые я чаще всего использую в своей работе там будет анимации для винтовок пистолета ножа ручного боя то есть для анимации окружения города для диалогов ну и в общем я там опишу поподробнее полностью весь пак анимаций и выражаю огромную благодарность всем бустером за поддержку спасибо вам большого ребята